Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале Мода Эджи Дима, канал о моде красоте, а также об умном шоппинге. Речь сегодня пойдет о солнцезащитных кремах. О кремах, которые предназначены для того, чтобы защитить нашу кожу, прежде всего во время принятия солнечных ванн, во время того, когда мы находимся на пляже, от вредоносного воздействия солнца. Но сначала я хочу затронуть вообще косметику с SPF-фильтром. Что важно понимать про эту косметику? Я сделаю отдельное видео снова о вещах, которые я не покупаю, о вещах, которые я никому бы не рекомендовала покупать, либо очень-очень хорошо подумать, прежде чем купить. И туда войдут как раз-таки уходовые крема, дневные крема, которые содержат SPF-фильтры. Почему? Потому что речь пойдет в этом видео, которое я выпущу, о маркетинге. И как раз-таки именно маркетингом является указание зачастую того же простого факта, что этот дневной крем содержит SPF-фильтр. Потому что если вы научитесь читать ингредиенты и будете понимать, какой ингредиент отвечает за то, чтобы наша кожа была защищена от солнечного воздействия, вы поймете, что эти ингредиенты стоят в таком-в таком конце, который позволяет по закону указать этот фильтр, но который фактически этим фильтром не является. Если мы видим с такой косметикой на какое-то активное солнце, и наша кожа склонна к пигментации, мы сделаем себе только вред, потому что на этот крем мы понадеемся, а по факту он защищать нас не будет. Обратите внимание, что очень часто солнцезащитные крема содержат указания, что защищают от лучей длины А, длины Б, иногда это называется тип А, тип Б, но также сейчас появились еще другие указатели, которые указывают на другую длину луча, которая также нам повреждает, которая также вредит нам кожу. Обратите внимание, что на уходовой косметике никогда, никогда не стоит разделение по этим лучам, просто потому, что законодательно нет обязанности указывать, от каких лучей защищает тот или иной фильтр именно на уходовой косметике, а не на солнцезащитной косметике. И могу вам сказать, что основные фильтры, опять же, если вы возьмете, если вы будете разбираться в ингредиентах, вы с легкостью эту информацию проверите, основной фильтр в таких кремах, это фильтр от луча Б. Луч Б – это тот луч, который позволяет нашей коже не загорать, точнее, иметь коричневый оттенок, золотистый оттенок. Это тот луч, который отвечает за бручатуру, то есть за ожог, за ожог. Как раз-таки вот именно этим типом луча получаются у нас сожженные плечи, сожженный нос и так далее. Что это значит для уходовой косметики? Это значит, что, ну, невозможно себе представить ситуацию, когда мы в городе защитились этим кремом и вот прямо-таки получили себе какой-то ожог именно лучом Б. Потому что лучом от луча А, длины А, который попадает нам в дерму, который более глубокий и более сильный вред нам наносит, эти фильтры не содержатся в уходовой дневной косметике. Потому что законодательно можно написать, что да, есть фильтры, не указывать их длину, не указывать их тип. И, соответственно, это не что иное, как маркетинг. Безусловно, я думаю, любая женщина, которая пользуется уходовой косметикой, купит баночку с кремом, тональный крем, который содержит фильтры, чем тот, который в фильтрах не содержит. Потому что, в общем-то, нам дали понять, что наша старость, наше старение, то, как мы будем себя видеть, какое отражение в зеркале себя видеть, он очень-очень сильно зависит от того, каким способом, как долго влияет на нас солнце. Что я могу вам сказать по поводу солнцезащитных кремов? Итак, солнцезащитный крем защищает обычно... Извините, что-то я прямо-таки пересяду, неудобно мне. Солнцезащитный крем защищает нас от двух типов лучей, как правило, но их гораздо-гораздо больше, этих типов лучей. Это тип А, и он проникает очень глубоко. Именно он ответственен за старение кожи, за старение кожи. А также за меланому, за то, что при большом количестве солнечных ванн у людей кожа склонная к этому заболеванию, может, это заболевание в итоге, именно эти лучи, это заболевание провоцирует. Тип Б отвечает за то, что мы можем получить ожог. Валдыри, красную кожу, это вот как раз-таки эти лучи Б, но, повторюсь, их гораздо-гораздо больше. Именно поэтому маркетингом также является то, что указывается, что, в общем-то, солнцезащитный крем защищает нас от именно этих типов лучей. Потому что по закону, по закону, а этот закон европейский, я не знаю, какой он в Америке, я не знаю, какой он в России, но поскольку мы экспортируем, как правило, точнее, да, мы экспортируем в Россию, эти средства, то, соответственно, здесь, на территории Европы, это не что иное, как маркетинг, потому что любые другие солнцезащитные кремы не могли бы, не могут, точнее, должны содержать именно эти типы фильтров, и они не могут выйти в продажу, если этих фильтров, они не содержат, соответственно, указания об этих фильтрах. Это все то же самое, как витамин Е, есть витамин Е, многие вот так производители делали, в подсолнечном масле. Оно во любом масле, этот витамин Е содержится, просто потому что это растительное масло. Поэтому такая ситуация. По поводу итальянок мне был задан вопрос, а также по поводу моего лица. Не боюсь ли я того, что мое лицо станет сухое, как пергамент, и что у итальянок тонкая кожа, как пергамент? Это очень сложный вопрос, потому что я могу сказать, что я у итальянок кожу сухую, как пергамент, у итальянок моего возраста, либо моложе меня, не замечаю. Я считаю, что итальянки хорошо выглядят. Это как раз-таки один из тех факторов, который и подтолкнул меня к тому, чтобы солнца не бояться. Сейчас конец марта, и я много принимаю солнечных ванн, потому что я за витамин D, чтобы он вырабатывался натуральным способом. Я загораю, загораю лицом, и никак его не защищаю. И на каких-то видео даже видно, у меня вот здесь появляются темные следы от загара, потому что вот эти выдающиеся части, они, в общем-то, и загорают. Подбородок также. При определенном освещении это совершенно четко видно. Так вот, посмотрев на итальянок, на то, как они при любой возможности подставляют прежде всего свое лицо, а почему свое лицо? Потому что здесь они еще в куртках, в свитерах, и холодно. Солнцу я стала наблюдать за ними, и поняла, что они не боятся солнца, так как боялась его я, когда я приехала в Италию. Я не выходила на прогулку с Егором без солнцезащитного фильтра. Без солнцезащитного фильтра 50. Я всегда ходила с белым лицом, потому что кто пользовался солнцезащитными фильтрами 50, знает, что они очень плотные. И вот такой белый налет на лице всегда образуется. И я стала наблюдать за этими итальянками. Я могу вам сказать, что тонкая пергаментная кожа как раз-таки у итальянок, которые вступают в период неких гормональных изменений. То есть это итальянки возраста 50 лет. Но здесь я могу сказать, что все женщины, когда встречаются с гормональными изменениями, они встречаются прежде всего с изменениями, точнее прежде всего в том числе с изменениями на коже. Я могу совершенно точно сказать, что те мамочки, которых я вижу в саду, которые, возможно, меня на пару лет, а то и на 5 лет старше, которые еще не вступили в этот период гормональных изменений, они, на мой взгляд, имеют прекрасную кожу. У них все в порядке с кожей. Опять же, ситуация, когда кажется, что у итальянок много морщин, она складывается потому, что итальянки, они очень-очень любят улыбаться. Вообще итальянская нация, она постоянно, они с этим своим лицом очень-очень хорошо работают, они его используют. Это, кстати, связано, возможно, также с тем, точнее, другой факт, именно с этим фактом связан, что итальянки, я считаю, выглядят несколько лучше славянских женщин в том, что касается лица. Если мы берем женщину, которая ничего не колет и которая ничего не колет, потому что у них очень хорошо работают мышцы лица, они своими мышцами лица пользуются. Эти мышцы лица не атрофируются, в них постоянно циркулирует кровь, клетки питаются. Но у итальянок есть другая проблема. Некоторые мышцы у них от такой активной мимики начинают спазмировать. И, соответственно, вот итальянкам, на мой домохозяйский взгляд, им показан массаж, чтобы расслабить все то, что они наулыбались в течение дня, навыпучивали и так далее, навыражали своим лицом. У русских же женщин, на мой взгляд, недостаток мимики. Они ее боятся зачастую, я это совершенно точно знаю, потому что я сама боялась мимики, мне кажется, себя вот тут впучивать, поднимать. То, в общем-то, быстро на мне все сложится. Я сейчас убеждена, что это не так. Поэтому, если брать русскую женщину 30 лет и итальянку 30 лет, я считаю, что итальянка выглядит хуже, несмотря на солнце и несмотря на свою активную мимику. Но, конечно же, кто-то может со мной не согласиться, кто-то, возможно, нанаблюдал что-то другое. Опять же, мы должны понимать, что регион Италии, я живу в северном регионе, возможно, в более солнечном регионе, это прежде всего юг Италии, с кожей у женщин, дела обстоят по-другому. Итак, я заметила, что итальянки любят солнце, подставляют свое тело под солнце, они летом постоянно бегают под солнцем, и мужчины, и женщины. Соответственно, я поняла, что они солнца не боятся. Это уже навело меня на определенные размышления. Мой муж, когда приехал в Италию, был вынужден очень много гулять с нашими детьми, со своими детьми. Я говорила, что такая особенность речи появляется, когда ты говоришь не только на русском языке. Так он со своими детьми гуляет очень много на улице и постоянно имеет загар. И этот загар, как-то ни странно, не спровоцировал на нем пигментные пятна. Мне 38 лет, а ему на 16 лет больше. Не спровоцировал сухости кожи. Более того, я считаю, что мой муж с приездом сюда стал выглядеть гораздо лучше. Опять же, другая еда, другой воздух, другие ритмы, нет такого стресса от большого города, как был в Москве. Но, тем не менее, многие апеллируют к тому, что такое долгое пребывание под солнцем, а он еще плюс гольфом стал заниматься, то есть он очень долго стоял под солнцем, с ребенком погулял, поехал на гольф, вернулся, опять с ребенком погулял, когда у нас еще было двое детей, и только Габрюшечка был маленький, требовал такого частого гуляния. Поэтому я за ним понаблюдала и поняла, что он не стареет раньше. И потом я стала просто этой темой интересоваться. И опять же, этот ролик, он прежде всего информативный, для того, чтобы дать вам почву к размышлению, сделать свои выводы. Но могу сказать, что если бы я жила в России и пару раз в год выезжала к речке на пикник, возможно, к морю, которое наконец-то стало теплым, я с Сахалина сама, поэтому могу себе представить, как редко можно выезжать на море, даже когда море, в общем-то, у тебя в 30 минутах езды от дома. Соответственно, я бы совершенно точно не наносила, не наносила фильтры, никакие на них бы не тратилось. Это не те, не те широты. Но, опять же, видео это получается слишком длинным. Скорее всего, я назову его, почему я не пользуюсь фильтрами, почему итальянки не пользуются, про солнцезащитные фильтры. Я выпущу отдельное видео. Я расскажу, как я пользовалась маслами, какие масла содержат большие фильтры, как моих детей я мажу маслами. И сколько раз, самое интересное, сколько раз я их мажу в течение дня солнечного, летнего дня итальянского, среднестатистического, это очень многих удивит, потому что это идет в разрез с тем, что рекомендуют производители тех или иных солнцезащитных фильтров. И расскажу также о том, как я прошлый год ни разу на свою кожу не нанесла ни одного солнцезащитного крема, даже когда я выходила поиграть с детьми в полуденное солнце, 12 часов у бассейна, такой случай несколько раз был. Я расскажу, как мне удалось обойти без кремов, а также без масел, которые до этого я использовала. Потом я их просто не стала обновлять, они у меня закончились, и я сделала выбор не обновлять, и все прошло хорошо. Вот такая информация, гуглите, ищите, смотрите блогеров, сейчас, к счастью, есть много альтернативной информации. Помните, что YouTube это прежде всего поисковик, поисковик очень легкий, очень доступный для того, чтобы получить другую информацию, альтернативную информацию, новую информацию, отлично от той, к которой мы все привыкли. Это была Яна Скорцова, всем желаю хорошего дня, пока-пока!